оу щит ждать новый патч утомительное занятие это уже как вынужденная мера упорно и не совсем приятно работать перед отпуском но лично я предпочитаю вообще тогда не работать хотя ну иногда можно благо сгорев с одного паблика мы запустили аукцион и хвала одину выпала замечательнейшая игра настоящий кооперативный тайм-киллер вольхейм давненько у нас не было этой рубрики хочу рассказать а значит вот let's go поэтапно кроме даты где хуярит лес а блять блять иди сюда тварь для меня птица прахает относительно классический симулятор выживания с элементами rpg с капец каким классным сеттингом скандинавских викингов каждый новый созданный мир уникален разделены биомы и имеет свои специфические наборы особенностей по сюжету мы павший воин которого отправили боги исследовать еще один мир и развиваться в нем по воле сердца и правда в этом плане игра не ограничивает своих занятиях хочешь дом строй хочешь исследуй подземелья хочешь копай руду играть в кооперативе особенно интересно где можно создавать коммунизм друзья мои товарищи викинги страстные сильные мужики мои и вместе рейдить боссов боссы кстати являются некими ключами к открытиям биомов о море на небе только и разговоров что о море создали корабль и гол исследовать сам я нахожусь еще можно сказать на раннем этапе знакомства с игрой а я а яма мы можем сделать пещеру блять с помощью мотыги как и сама игра потому что она еще в бете но уже сейчас хочу выделить явные плюсы и минусы плюсы основной тут это тайм киллер да играть вообще не напряжно а время съедает легко и безнадежно отключаешь голову и рубишь деревья в ожидании патча сеттинг это майнкрафт только в сеттинге викингов что например для меня очень важно саунд дизайн проработан значительно для бетки очень мягкий и погружающий коп лейс с друзьями играть намного веселее хотя и для одного места тоже хватит считаю красота графика достаточно специфическая но какие же виды иногда рисует картинка а погода влияет и на характеристики персонажа и отражается на картинке солнечный денек идем в море и на босса дождь и туман лучше всего на базу friendly д если ты уж умер то штрафы в игре не такие суровые ну скрутит немножко способности и руду копать а залу то можно избегать прям как вовки прикинь свобода в строительстве игра еще бета но уже позволяет строить и крутить архитектурные красоты чтоб просто бал правой кнопкой нажми и там будет ремесло типа я развивал а у тебя настройки новичка а плюсах можно бесконечно оценка 9 из 10 в стиме о чем-то договорит а вот минусы это таймкиллер время и правда уходит незаметно поэтому следи за часами это все еще бета мне не хватает самого большого корабля в игре хочу больше и тут она давалится лут через текстуры но не всегда сеттинг вот если вы сеттинг был как майнкрафт наебал производительность даже с учетом такой картинки игра достаточно требовательно на весь к релизу под разгрузят код и станет легче но игру в общем и целом могу реально советую скандинавские иероглифы и столбы погружают в атмосферу птички летают из лука можно валить троллей перекаты как dark souls но ну полегче чем dark souls конечно особенности биомов и вот вот это вот вся красота думаю на этом все от меня игра получают бодрые семь из десяти с учетом того что это еще и бетка дальше посмотрим а я вас всех приглашаю на свой стрим марафон по frost панку 2 22 июля гол на twitch подписывайтесь пожалуйста на телеграм ставьте лайки если на вашу базу нападают гейт ворфы обнял увидимся